Педиатрическое отделение в Звенигороде вновь открыло двери для маленьких пациентов. Сейчас лечение в нем проходит 4 ребенка. Здесь не принимают тех, у кого острая вирусная или бактериальная инфекция. Здесь обследуются и лечатся дети, которые имеют осложнение после той же вирусной бактериальной инфекции. То есть это вирусные пневмонии уже на 7-8 день заболевания. Бронхиты, атиты здесь проходят свое лечение, заболевания почек, желудочно-кишечного тракта. Мы здесь можем лечить детей с сахарным диабетом. Такое же педиатрическое отделение есть в Одинцово, но сейчас там карантин по ветрянке. Поэтому всех, кто ранее не сталкивался с этим вирусом, отправляют в Звенигород. В стационаре 22 койки, места хватит всем. Город у нас достаточно уже большой и поэтому без стационара просто не обойтись. Причем замечательные врачи приехали, кстати, на скорой помощи, квалифицированные девушки сразу видно. И кроме этого просто хорошие люди, потому что хорошие отношения. И вот наш доктор сейчас тоже очень душевно все подробно описали, обговорили. В Звенигородском стационаре маленьким пациентам окажут всю необходимую медикаментозную помощь. По показаниям проведут физиотерапию. В штате педиатр и врач-дежурант. Здесь есть ультразвуковой аппарат, здесь можно провести всю лабораторную диагностику, здесь можно сделать рентгеновское исследование. Это в другом корпусе, но есть специальный сан-транспорт, который будет довозить детей до этого обследования, если ребенок непосредственно поступил уже сюда. Дети до 4 лет проходят лечение в стационаре вместе с одним из родителей. Те, кто постарше, уже самостоятельно. Беспокоиться за малышей не стоит, персоналу больницы можно доверять. Я ни разу не слышала здесь вот какого-то хамства, какого-то такого вот пренебрежительного отношения к пациентам. То есть этого здесь нет. Здесь ко всем относятся вот действительно как к тем людям, которые попали в беду и им нужно помочь. Узких специалистов педиатрическом стационаре из Вениграда нет, но без их помощи юные пациенты все равно не останутся. К лечению привлекают врачей из местной поликлиники.